Я сегодня впервые держу этот прекрасный шедевр. Нелли, вы можете мне рассказать, как вы пришли к этому прекрасному стилю? Тем более с таким местописанием. Да, я с удовольствием расскажу, потому что мое сердце понимает это принести в мир. Когда я нашла в 2015 году Господа Моанна, начали вести мир в Библии. И в какой-то момент он сказал, что Нелли нищеты не существуют. И Господи, как нищеты не существуют? Мы же видим, что много нищет в Библии. И вы знаете, в этот момент я попросила Господа, чтобы Он дал мне местописание, чтобы у меня было основание это говорить. Потому что мир это вести очень сложно. И я поняла, что мне нужно это вести в мир. Это как моя миссия. Убрать нищету из этого мира. Да, разбить это проклятие. Убрать это проклятие. Ужечь это проклятие. Проклятие нищеты. Да. Да. И вот юная речь это то, что Бог говорит, ты богат. Ты сын, ты дочь. Но родители нам внушали. Люди в телевизоре нам внушали. Программы разные нам внушали. Что мы бедные. Отовсюду. Школа нам говорила, что если мы не учимся, мы не можем красиво жить. Но это неправда. Это неправда. Если ты любишь Бога, веришь в Божье обетование, то ты можешь стать богатым. Ты уже богат. Тебе просто можно быть. Иисус будет постоянно говорить к миру через наши вещи. Кошельки это первое, что Он показал мне, Маринка. Кошелек это то, куда ложится деньги. У нас будет и масла, у нас будет и бижутерия красивая. У нас будет много что, что напомнит каждому человеку, что он пока не сын или богат. И я рада, что Бог дал мне эту возможность. Внести в этот мир. И Бог будет за каждый кошелек вместе со мной вариться. Чтобы мы естественно и сверхъестественно богатели. Спасибо. Спасибо.